Айнард Фянь, жители Империи, с вами Ник Гардец, и сегодня мы разберем последние две новые карты чудовищ, третьей части дополнения Цена Силы. Но, прежде чем мы начнем, поддержи Императора, поставь лайк, подпишись на канал в Ютубе и на Твиче, и конечно же, поддержи Империю Чеканным Флорином, или подпишись на мой Патреон по ссылке в описании к видео. Также всех нильфгардцев и верных союзников Империи я приглашаю на дискорд канал Империя Нильфгарда, здесь закаленные в боях солдаты Императора поделятся с вами новыми колодами и расскажут последние новости мира Ведьмака. Также на канале регулярно проводятся турниры с ценными призами от Императора, ссылка на канал в описании к видео. Итак, сегодня нам показали финальные карты чудовищ, дополнение Цена Силы, одну обычную и одну эпическую. Начнем с обычной. Меньшая ведьма, реликт, 5 силы за 4 провизии. Размещение. Создайте изначальную копию этого отряда в вашем сбросе, взаимосвязь. Вместо этого создайте изначальную копию этого отряда в этом ряду. Вот мы и дождались, когда четверка играет на 10, но пока при наличии взаимосвязи, конечно же. В целом, комба для первого раунда неплохая. Плюс, буквально за 3 хода мы с ее помощью можем устроить шабаш в одном из рядов. Какая же идеальная комба возможна с ней? Ведьма, 5 на столе, плюс 5 в сбросе. Вторая ведьма, еще плюс 10. Рыхлый трюфель создает еще одну ведьму, еще плюс 10. Инкуб призывает нашу ведьму из сброса, и того получаем 35 за 4 хода. Плюс, 4 реликта, отыгранных одного за другим, которые синергируют с самогрызом и крысоловкой. Для первого и второго раунда вполне себе неплохая комба. Также, в будущем нам могут дать карту, которая усиливает всех реликтов на поле. И тогда мы сможем усилить весь спам этих ведьм. Плюс, не забывайте, что у нас есть оператор и телепорты, которые могут по второму разу отыграть эту карту. Тогда все наше поле будет заспамлено малыми ведьмами и усиленными от взаимосвязи. Поэтому, мне кажется, что после Нильфгарда это вторая по силе обычная карта среди карт третьей части. Но поживем, увидим. А пока, перейдем к лору карты. В описании сказано, не так могущественно, но столь же страшно. В прошлом видео я предполагал, что нам дадут карту той, что знает, но в виде коня или духа, запертого в дереве. Причем, это был бы отряд. В принципе, это был бы логичный ход, но, возможно, такой отряд придержали на потом. Тем не менее, Меньшая Ведьма вносит некую ясность в сюжет дополнения, ведь между персонажами Крысоловка, Меньшая Ведьма и Яга есть схожие черты. Возможно, это один персонаж, который двигался по ведьминской карьерной лестнице. Хотя, визуально больше всего связаны Меньшая Ведьма и Яга. Таким образом, это может быть один персонаж. Меньшая Ведьма – это ее звание в начале карьеры, а в конце она стала Ягой. Следовательно, можно предположить, что Яга – это не имя персонажа, а титул, который равен титулу королевы. Также отмечу, что в прошлом видео при разборе Яги я говорил, что во вселенной Ведьмака уже есть Яги – трупоеды. Первая часть игры, но верный подданный Владислав Скляров дополнил слова императора. Такое противоречие есть только в русской локализации. В английской версии Яги из первой части называются пожирательницами. Так что только русская локализация вселенной будет иметь сразу двух Яг. А мы переходим к следующей – эпической карте. Шабаш. Органика за 10 провизий. Призовите до трех сильнейших отрядов из сброса противника во вражеский ряд. Затем призовите столько же сильнейших отрядов из вашего сброса в противоположный ряд. Карта интересная. Это своеобразный обряд Сигрдрифы, но для чудовищ. Но при этом он компенсируется выпрыгиванием карт противника. В чем же тут смысл? Мы отыгрываем первые длинные два раунда и переходим в короткий третий. В длинных раундах мы качаем отряды, которые увеличивают свою изначальную силу. Например, крысоловку и безглава. Их можно довести до 20. Того же самогрызов в район 8-10. Либо просто отыгрываем великанов или карты на 10. Вопрос еще, как поведет себя Скалопендероморф, когда его призывают. Так вот, прокачав отряды и не выиграв в первом и втором раунде, мы переходим в третий и на последнем ходу призываем наши отряды из сброса. И заодно сильнейшие отряды противника. Проблемы, конечно, могут возникнуть при игре против Чудовищ и Скеллиги. У последних есть десятки и восьмерки в сбросе. Но относительно равную разницу между призванными отрядами можно компенсировать Егой, которая сожрет сильнейший отряд противника, если еще будет рабочим приказом. Таким образом, карта интересная и благодаря ей и карте Ега чудовище по сути получает новую стратегию в коротком раунде. Через призыв и жор, что мне нравится. Однако в таком случае особую популярность получит карта Хавьер, который будет чистить сброс противника. А так это или нет, мы узнаем на поле битвы. А сейчас перейдем к лору карты. В описании сказано, для Шабаша надо по меньшей мере три ведьмы, между двух будет только ругань. Пожалуй, самая очевидная отсылка в этой карте – это Шабаш сам по себе. Это своеобразный слет всех ведьм, где они делились опытом, соревновались в мастерстве, обдумывали планы на будущий год, веселились, пили, приносили жертвы, а заканчивалось все это оргией с самим сатаной, демонами и прочими силами зла. Такой Шабаш – это продукт христианской европейской культуры средних веков. По сути дела, это замыленный взгляд христианина на языческие ритуалы и праздники. Среди них можно выделить один, который, возможно, и стал прообразом христианского Шабаша. Это Вакханалия. Мистические празднества в честь бога Вакха, он же Дионис. Правда, в Риме эти празднования тоже не жаловали, но и не сильно преследовали. В то время как в Греции Дионисии праздновали на широкую ногу. В это время обычная жизнь в Полисе сменялась настоящим карнавалом и масштабным празднеством. Но это не единственная возможная отсылка в карте. Особое внимание нужно уделить самой фразе. Для Шабаша надо по меньшей мере три ведьмы. Между двух будет только ругань. Это прямая цитата из книги Терри Пратчета «Маскарад». Это своеобразная пародия на «Призрака оперы». Честно признаюсь, не читал. И с творчеством Пратчета я знаком только на уровне Википедии. Я только вскользь читал про «Плоский мир» и его монструозный цикл об этой вселенной. Из 41 романа, 5 рассказов, 4 карт, 1 атласа, 10 справочников и 1 павларенной книги. Тем не менее, стоит отметить, что в его цикле о «Плоском мире» присутствует цикл книг, посвященный ведьмам. «Матушки Ветроворск», «Нянюшки Як» и «Маград Чесногок». Все творчество Терри Пратчета – это одна сплошная сатира в жанре фэнтези, которая наполнена пасхалками и пародиями на другие произведения и события в нашем мире. И несмотря на то, что я плохо ознакомлен с его произведениями, мне кажется, что новые ведьмы в Гвинте, Меньшая и Яга, могут иметь в себе частичку образов ведьм Терри Пратчета. Та же Яга может быть нянюшкой Як, невысокой, пухлой, румяной женщиной с лицом похожим на счастливое печеное яблоко, которое умело и любило готовить так сильно, что даже написала свою книгу-рецепт. В общем, я думаю, что огромная вселенная Терри Пратчета не могла ускользнуть, от зоркого глаза разработчиков игровой вселенной Ведьмака. А на сегодня это была финальная карта чудовищ дополнения Цена Силы. Что ж, в третьей части дополнения мы получили новую механику и целую новую стратегию игры. Плюс неожиданный для многих жор карт противника. Осталось дождаться выхода дополнения, чтобы испытать силу новых карт. А тем временем бесконечная, уходящая за горизонт, Солнца уже марширует на север, чтобы раз и навсегда покорить королевство Нордлингов. И на этом, жители Империи, пора заканчивать. Глорайер и Кирзайер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео в социальных сетях. С вами был Ниль Гардец, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok